Немножко опишу сегодня мой рассказ, мое свидетельство. В следующий раз, возможно, моя супруга Наталья тоже поделится. В этот раз мы проделали такой путь. Мы сели на машину, с Варна поехали на Стамбул. Там была пастырска конференция. Потом мы оставили машину на паркинге в аэропорту Стамбула. Полетели из Стамбул, Шанхай. В Шанхае мы были первый раз. В Шанхае бяхме за първи път. Это огромный мегаполис. Това е много, огромен мегаполис. Само большой город в Китае. Най-големия град в Китае. Который насчитывает более 30 миллионов человек. Което, в който живеет над 30 миллиона души. Да, один студент прилетел из Шанхае в Москву. Един студент е дошел от Шанхае в Москву. Через несколько дней мама ему звонит по телефону. След няколко дни майка му се обажда по телефона. Говорит, ну как сынок там, Москва? Интересно. Пита, как е Москва синяя? Интересно ли? Говорит, да, Москва е хороший город. Казва, да, Москва е добър град. Народа нет, спокойно, тихо здесь. Много малко хора, спокойно, тихо е. Ну после Шанхае Москва е очень такой безлюдный город. След Шанхае Москва е като град без хора. Китайцев очень много. Понеже китайцы теса много. Потом в Шанхае полетели в город Санья. От Шанхае взлетяхме в град Санья. Это остров Хайнань. Давай на остров Хайнань. После Хайнаня полетели Санья в город Пекин. След Хайнань от град Санья Пекин. Санья излетяхме в Пекин. Там у нас была встреча с пастором пекинской церкви. Там уехме среща с пастором на пекинской церкви. Мы хорошо пообщались. Недобре си поговорихме. Пастор Станислав Лю. Пастор Станислав Лю. И потом мы полетели в город Пекин, Стамбул опять. И след этого от град Пекин излетяхме за Истанбул. И там мы с Натальей преподавали в Духовной Академии. И след этого с Натальей преподавахме в Духовной Академии. Я преподавал до обеда. А с преподавах преди обед. Наталья дали возможность проповедовать учить после обеда. А Наталья проповедващи и учащи след обед. Каждый день по 4, по сколько? По 6 часов. Всеки день от 4 до 6 часа. И вот сегодня я хотел бы поделиться одной такой историей. И днес искам да споделя една история. Тема моей проповеди сегодня называется Скиния нерукотворная. Темата на моята проповед се казва Скиния не с ръце направена. И это место взятое из Библии. И твое место взятое из Библии. Я прочту это место. Что ты прочитал твое место. Оно написано в послании к евреям. Твое пищевое евреи. Девятая глава. Девятая глава. С 11 стиха. От 11 стих. Можно смотреть перевод на болгарском языке. Можно смотреть перевод на болгарский язык. Я прочту на русском. А что ты прочитал на русский? Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершенной скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и дельцов, но со своей кровью, однажды вошел во свечилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, то, дабы чисто было тело, то кольми пачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел. Для чего? Для служения Богу живому и истинному. Скажи аминь. Скажи аминь. Это очень мощное место из Писания, послание к евреям. Мощное место от Писания этого. В Академии я давал тему исторические книги Ветхого Завета, вторая часть. В Академията давах урок исторические книги Ветхого Завета. Историческите книги на Ветхият Завет. И вот я давал первая, вторая, третья, четвертая книга Царств. Давах първо, вторая, третья, четверто царе. Первая, вторая книга Парлипоминон. Първо, второ, летопис. Летопис, да. И я читаю сейчас первая книга Царств, шестая глава, от первой по 21 стихи. Вы знаете, уникальна история. Может так сказать, история путешествия Ковчега Божьего. Историята на путешествия на Божия Ковчег. То есть когда-то Бог повелел Моисию сотворить Ковчег, рукотворный, с кинью. Някога Бог е поручал на Моисей, Той да направи рукотворен Ковчег. И също така и с кинья направена от ръци, в която се е намирало пресвятото място. И сам Ковчег Божий. В което се е намирало святото. И в което се е намирало притвор. И където се е намирал... Внешний двор. В вънешния двор. И вот этот Ковчег из киньо Израил переносил, вы помните, да? И този Ковчег из киньо Израил го е переносил, сещате се, нали? Днем облачен стълб вел Израил. През деня облачен стълб е водил Израил. А ночью огнен стълб вел Израил. А през нощта огнен стълб е водил Израил. Устроение с кинья, если вы помните, я читал проповеди в начале года. С кинья 1, с кинья 2. Устрояването на с киньията, ако се срещате в началото на годината, съм чел тези проповеди, с кинья 1, с кинья 2. Да, оно меняло се в зависимост от истории. Променяло се и според историята. Тоест Израил нес до Иордана этот Ковчег. Тоест Израил носил до Иордана този Ковчег. Потом Ковчег внесли в обетовану землю. После Ковчег се го носили в обещаната земя. Потом были бесконечни войни. После имаше безкрайни войни. Между Израилем и язичскими державами. Между Израил и язичните держави. И вот пока Ковчег Божий бил в стан Израиля. И докато Божия Ковчег беше в стан на Израил. Пока Израил хранил себя в святости. Израил одерживал уникальные победы. Израил получава уникальные победы. Но потом потихонечку Израил начал отходить от Бога. И в един момент Ковчег попадает в плен. Той попадает в стан врага. И знаете ли какво се случва? Когда филистимляне, например, захватили ковчега, они захотели заглянуть внутрь. Что произошло тогда с филистимляне? Пришло великое поражение. Какие-то страшные язви. Какие-то страшные нарусти на теле. Някакие страшные неща по телу. Поражение с жабами. Все примерно так же, как было в Египте. Всичко горе-долу, както е било в Египет. И сега ще прочта Първоцаре. Една уникална история. Която много път я съм чел. Но до края не съм я разбирал. И в академията най-накрая ми се е открило. Мисля, че ще бъде много интересно. Давайте прочтем. Да, прочетем. И прибыл ковчег Господень в области филистимска 7 месяцев. Это еще раз. Первая книга Царств. Шестая глава с первого стиха. От първи стих. И наполнил землята мышами. Возможно, в вашей Библии этого нет. У меня в скобках заключено. Это дополнение. Чтобы было более понятно. Наполнила земля мышами. Наполнила се земята с мишките. Може би гуняма като дополнение. Но в тази Библии има гу в скоби. И призвали филистимляне жрецов. И прорицатели. И заклинатели. И сказали. Что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас. Как нам отпустить его в свое место? Вот эти заклинатели сказали. Если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева. То не отпускайте его ни с чем. Но приносите ему жертву повинности. Тогда исцелитесь и узнаете. За что не отступает от вас рука его. Рука Бога. И сказали они. Какую жертву повинности должны вы принести ему? Те сказали. По числу владетелей филистимских пять наростов золотых. То есть на филистимлянах нарастали опухоли. Вместо этого они должны принести Богу пять золотых наростов. То есть тут горы на филистимляне с имали кату химуруидей. И пять мышей золотых. И в оказании одна на всех вас и на владителях ваших. Итак. Сделайте извояние наростах ваших. Извояние мышей ваших. Опустошающих землю. И воздайте славу Богу Израилю. Может быть он облегчит руку свою над вами. И над богами вашими. И над землей вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце своя египтяне и фараон. Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их и те пошли. Итак, возьмите, сделайте одну колесницу новую и возьмите, послушайте внимательно. И возьмите двух первородивших коров. Давайте мы это запомним. И запомните, возьмите и две дойни крови, которые первый раз родили. Които за първи път се родили. На которых не было ерма. И впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик с Богом от него. И отпустите его. И пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к вевсамису, то есть к евреям, к Израилям, то он великое сие зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. Вы что-то понимаете? Разбирать или не что? И сделали они так. Взяли двух первородивших коров и прыгли в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и с военем наростов. И пошли корову прямо на дорогу к вевсамису. Одну дорогу шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владители же фелиссимские следовали за ними до пределах вевсамиса. Немножко я объясню. Малко, что вы объясни? Что сделали вот эти гадатели, заклинатели? Какво са направили тези гадатели, заклинатели? Ворожей, гадалки. Ворожей и врачки. Они дали такой совет. Дали са такъв совет. От этому языческому народу. На този языческий народ. Возьмите двух первородивших коров. Замете две първородни крави. На которых никогда не было ерма. Които никога не са имали ерма. Ну, то есть они никогда не были запряжены. На които хомот не е турян. Идея была такая. Идеята беше такава. Вот корова только что родила. Кравата только что е родила. Теленка от нее забрали. Телето са взели от нея. И положили там на сено в стола дома. И са го сложили в къщи. Как вы думаете, куда корова пойдет после того, когда его так отпустят? И скажут, вот, иди куда хочешь. И как мыслите, къде ще утили кравата, кугато и се каже така? Ути вы на къде. Нормальная корова пойдет к своему теленку, правильно? Нормальная корова ще утили при бебет уси. Но это зов крови. Но това е зов на кровта. Это инстинкт самосохранения. Инстинкт на самосохранение. Любая корова просто вот развернулась бы и пошла к своему теленку. Всякакая крова би се убырнула и утишла при своем теле. И тогда заклинатель би сказали, ну, и овцы целые, и волки сытые, всем хорошо. И тогава заклинателите щяха да кажат, ну, всички са доволни. Это случайность. Това е случайность. Это так, случайно. Произошло. Просто така случайно станало. Взяли две коровы. Взяли са тези две крови. На самом деле филистимляни. Запрегли их в телегу. Да, на русский. Не, на булгарский. На булгарский куличка. В коруце. В коруце, да. Запрягли ее в коруце. И так, ожидалось, что корови развернутся и падут своим телятам. И очакывалося и крови, те, что се убырнули, что идут при телете-то си. Ну, что сделали коровы? Ну, как вовсе ж на са направили? Две коровы. Две текрави. Которые родили телят. Кои-то са родили телета. Вдруг отправили совершенно в другую сторону. Изведнаш са учи шли в совсем другого посока. Они шли и мычали. Те са вървяли и са издавали звуци. Ревели. Ревели, да. Ревели от таски. Ревяха от таска. Потому что не могли вернуться к своим детенышам. Защото не можаха да се върнат при своите бебета. Их никто не гнал. И никой не ги гонил. Из видимых людей. От видимите хора. Филистимляне наблюдали. Филистимляне се наблюдавали. Куда пойдут коровы? Къде ще утидат кравите? Коровы пошли в Израиле. Кравите утидоха в Израил. И по дороге мычали и ревели. И по пътя са ревели и са викали. Что произошло? Какво се излучило? Кто-то и гнал. Някой ги гонил. Кто-то вел их коруцу. Някой водил тяхната коруца. На которой находился ковчег Господень. Върху която се е навимирал Божия ковчег. Библия точно не говорит. Возможно это были ангелы Господни. Библията точно не казва. Може би са били ангелите на Господь. Возможно это был Господь воинств. Може би и бил Господь на воинство. Который тоже описывается в Ветхия Завет. Но коровы послушно шли к границе. Но кравите послушно са вървели к границе. С Израилем. К Весамису. К Весамису. И смотрите что происходит дальше. И погляняйте как в вас случилось на татак. С 12 стиха. От 12 стиха. И пошли коровы прямо на дорогу к Весамису. Одной дорогу шли. Шли и мычали. Но не уклонялись ни направо, ни налево. Владители же филистинские следовали за ними до предела Весамиса. Жители Весамиса сжали тогда пшеницу в долине. И взглянув, увидели ковчег Господний. И обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вевсамитянина. И остановились там. И был тут большой камень. И раскололи эту колесницу, эту коруцу на дрова. А коров принесли во всесожжение Господу. Я бы назвал эту главу. Такая трагическая участь первородивших коров. По-другому не назовешь. Назвал тази глава трагическо участь на первородните крови. Родили телят. Родили сателята. Отняли от телят. После ги махнахал цяк. Ангелы гонят куда-то на границу. Ангелите някоди на границе ги гонят. И на границе ги закалывают. И на границе ги закалывают. Хотели бы вы себе такую судьбу? Бехтели искали такова судьба? Как? А? Я вот как... Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, поставили на большом том камне. Жители же Вевсамиса принесли в тот день все сожжения и закололи жертву Господу. И пять владителей филипсинских видели это и возвратились в тот день в Акарон. Золотые эти народства, которые принести филипсимляне в жертву оминности Господу, были один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Корон. А золотые мыши были по числу всех городов филипсинских. Пять владителей от городов, укрепленных, до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Вевсамитянина. Не порадовались сыны Иохонины среди мужей февсимских, что видели ковчег Господа. И поразил он жителей Вевсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа и убил из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек. И заплакал народ, и попоразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вевсамиса, кто может стоять перед Господом, всем святым Богом, и кому он пойдет от нас? И послали послов к жителям Коряв и Арима, сказав, филистимляне, возвратили ковчег Господа, придите и возьмите его к себе. Вот такая вот интересная глава. Такая интересная глава. Следующая глава начинается с того, что одно семейство с Израиля, которое жило на холме. Это же глава започвала со стувачей, одно семейство, которое живяло на планинату. Это следующая глава. Они взяли этот ковчег к себе. И Бог их за это благословил. Это были левиты. Они воздали всю честь этому ковчегу. Взяли са его правильно. С таким глубоким благоговением. Вот написано так. Это уже седьмая глава в первой книге Царств. «И пришли жители Коряв и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава, на холм. А Алиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня он остался ковчег в Коряв и Ариме, и прошло много времени, лет двадцать, и обратился весь дом Израиля в Господу. И прошло благословение, определенно, на Израиле. Можно я прочту сейчас на Болгарском? Да. Нет, нет, до... Тогава кириатия аримските мъже дойдоха, тадигнаха господния ковчег и донесаха го вардина Ави на тавовата къща на холма и осветиха сина му Илиазара, с да пази господния ковчег. И от деня, когато ковчегът бе положен в Кориати, мина се много време, двадцать години, и целият Израилов дом въздишаше за Господа. И Самуил говори на цели Израилов дом, казвайки, ако се обръщате от все сърце към Господа, махнете отсред себе си чуждите богове и аз тарците, да пригответе сърцата си за Господа и само не му служете и той ще ви избави от ръката на филистимците. Да, Бог дает за вот этот ковчег, Бог дает победу и благословение. И всъщност е дава този ковчег и Господ дава благословение. Скажи слава Богу. Вот Оля сейчас дала такую мысль о том, что мы же не коровы, да? И сега не даду хвот тази мисъл, че нали не сме крови? Но я хотел бы именно такое свидетельство о своей жизни сказать коротко. Но бих искал да кажи такое свидетельство за своят живот накратко. О том, что мне это лично как раз таки напомнило меня самого. Защото ми напомни и самия цебеси. Потому что когда я еще не верил в Бога, когато не съм вервал в Бог, я был очень похож на вот эту первородившую корову. Много сам прилечил на тази правородната крова? Я родил. Родил сам. Мечту. Мечта. У меня была мечта. Имах мечта. В 13 или 14 лет я первый раз прочитал книгу Владимира Леви, еврея. На 13 или 14 години прочитал тази книга на Владимира Леви. Один еврейский автор. И она мне очень понравилась. И много ми хареса тази книга. Это было еще в 80-е годах. И това е било през 80-те години. И тогда психотерапия, как-то психология, она была непопулярна совсем. И тогава психотерапия, психология не е била толкова известна. Но мне эта книга понравилась. Но много ми хареса тази книга. Я нашел вторую его книгу. Я намерих вторую книгу. Она называлась «Нестандартный ребенок». Через какое-то время нашел его третью книгу. След время намерих третью книгу. Она называлась «Искусство быть другим». И так книга за книгой я вот так находил, приобретал их. И така книга след книга сам ги намирал, сам ги купувал. И у меня родилась тогда мечта в 14 лет. И тогава ми се родим мечта, когато бях на 14. Стать доктором. Да стана лекар. И я начал собирать всякую информацию. И започнах да собираем всякаква информация. Как поступить в мединститут. Как да поступи в мединститут. И как стать доктором-психотерапевтом. И как да стана лекар-психотерапевт. Как пишет Владимир Леви. Как то пише Владимир Леви. И знаете, я родил эту мечту. И я сродих тази мечта. И вот чем больше я к ней стремился. И колкото повече съм се стремил към нея. Тем больше она от меня отдалялась. Толкова се удалечавала от мене. Знаете, у меня было какое-то призвание. Имах призвание. Кто-то призывал меня. Някой ми призувавал. Я чувствовал, что в это мое предназначение. Усещах, че в това е мое предназначение. Никому это было неинтересно. Но никой не му е било интересно това. Я поделился со своими друзьями. Аз поделих с моите приятели. Никто меня не поддержал. Никой не ме подкрепи. Сказали, куда ты будешь поступать? Казахам, ими, къде ж ты поступываешь? В мединститут, лечебный факультет. Там одни головастики учатся. Медицинский университет. Този факультет. Там одни... Головастики умницы. Идни умни учат там. Да. И я как-то вот так... Интеллигентни хора там само учат. Я был неверующим. Я не сам был верующим. У меня не было достаточной мотивации. Не сам имал достаточной мотивации. И я даже после школы не стал поступать в мединститут. И даже след училища не поступих в медицинский институт. Пробовал поступать, куда все вдруг решили поступать. Пробовах там, когда это всички пробовах, да влязут. Это кто не тех и не тех поступает в политех. И два балла не добрал. Политехнически. И вот так вот была вот моя история одной такой первородившей коровы, да? И била и такова история, като на первородната краба. И я вот шел по этому жизненному пути. Я служил по този жизнен път. Там служил в спецназе. Служих в спецназ. Потом пытался поступать в омско школа милиции. После опитах се да поступя в военската милицийска школа. Потом поступил обычным учеником токаря. После влязах като ученик токар. Потом два года проработал токарем. После работих като токар. Потом стал бригадиром токарей. После станах главен на токарите. И вот я шел, как вот это первородиша корова. И врвях като тази крава. И просто ревел. И просто ревях. Примерно так. Целый путь это вот такой вот. Като така. Я понимал, что это не мое. Я сразбирах, че тване моето. Оно меня просто вот как-то угнетало. Просто ме... И в то же время к своей мечте я даже не пытался вернуться. И даже не се опитвах да се верна к моята мечта. Знаете, я вот сегодня говорю про одну неракотворную скиню. Днес я сговорю за скиния не с рака направена. Можно тащить эту скиню. Може да влачешь тази скиню. Как одна перворожденная корова. Като тази крава. Или как две. Или като две. Или като няколко. И знаете, в этом мире очень много советчиков. Но в този свят има много советници. И очень много слушают заклинатели. И много слушают заклинателите. Гороскопы. Гороскопите. Гадалак. Врачки. Хиромантов. Хироманти. Когда мы только переехали в Болгарию. Когато ние тамонцы се изместили в Болгарию. Через какое-то время мы узнали. След время ние разбрахме. Что в Болгарии работает целый канал. Че в Болгарии има целый канал. 24 часа в сутки. 24 на 7. Заклинатели, гадалки вещают. Заклинатели, врачките и те казват. Тут же ты можешь позвонить, набрать номер телефона. В същия момент можеш да им позвониш. И сказать. Я вот кошелек сегодня вчера потерял. И да им кажеш. Днес изгубих портмоне. Где его найти? Къде да го намеря? И вот самый такой ведущий заклинател из них. И най-водащия заклинател от тях. Он говорит. Той казва. Вот сегодня вечером выйдите с фонариком. Днес излезте с фенера вечерта. И идите строго на север. И вървите строго на север. Потом на юго-восток. После юго-исток. Потом на запад. После запад. Там увидите одно деревушко. Там ще видите едно село. Обойдите это деревушко. Провървите през това село. Там увидите одно поле. Там ще видите одно поле. И достаньте где-нибудь палку или палку к палку или лопату где-то. Намерите някъде или лопата, или някаква прачка. Аз ще ви подскажа колко крачки да направите. И този заклинател води човека на какое-то поле, где человек всю ночь копает это поле, и естественно не находят никакого кошелька. Я думаю, что это очень похоже в мире. Аз мисля, че това много прилича на света. Что миллиарди людей сегодня так живут. Они даже не задумываются. Новозавет, кстати, тоже об этом говорит. Новозавет също за това казва. Что вы, это обращение к христианам, раньше поклонялись всяким богам с маленькой буквы, которые есть суть идолы, които са били по-същност идоли. Это в втором послании Коринфянам написано. Това пише в второ Коринфянаме. И тоже в шестой главе. Също в шеста глава. И как бы вас вели? И както ви водиха? Куда вели? Къде? Да куда вели? На убой. Къде са ги водили? За убой? На убой. Вот. Да вели меня до определенной грани. Да ведоха меня до определенной грани. Где я понял, что здесь мой конец. Където аз разбрах, че това е моя край. Да, че я не пойду. После нататък няма да вървя. И к своей мечте я больше никогда не вернусь. И к моята мечта никога няма да се върна. Это было в 91-м году. Това е било през 91-го година. Когда я принял решение покончить жизнь самоубийством. Когато аз взех решение да се самоубия. Я буду всю жизнь благодарить вот эту кориянку. Ее звали тетя Клара. Цял живот ще благодаря тази кориянка. Тя се е казвала Леля Клара. Которая почему-то пришла к моите двери и начала стучать в двери. Вот так. Долбите. Която по някакова причина е дошла до моята врата и започна да була скапунея. И я не хотел открывать. И аз не сам искал да ѝ утварям. Ана стучала, стучала и стучала. А тя чукаше и чукаше и чукаше. Пока наконец я не открыла. Докато не ѝ утворих. И она пригласила меня тогда в церковь. И тя тогава ме ѝ е поканила на церква. И в 91-м году ѝ е увервал. И през 91-ва година съм повярвал. И от туд начался мой новый путь. И от тогава започна новият ми път. Корово ме уже убили. Кравата ѝ е убихме. Принесли ѝ жертва. Принесохме ѝ като жертва. Я принял водното крещение. Аз приех водното крещение. Моят мъртви човек уплыл. Моят мъртви човек е заминал. И родил съм новый човек. И се родил нов човек. Новото творение. Во Христе Исусе. И знаете ли, аз утворих за себе си нова скиня. Преди това съм го влачил този ковчег. Днес аз служа в новата скиня. Скинята на новия завет. Скиня не рукотворна. Мы не можем увидеть это своими глазами. Мы не можем пощупать это своими руками. Ни не можем да го пипнем с ръцете си. Не можем подрогать это скинье. Не можем да я пипнем тази скинье. В 94-м году меня рукоположили как учителя библейской школы. През 94-та година съм я рукоположили като учител на библейската школа. В 95-м году. През 95-та година. В собрание апостолов. В собранието на апостолите. Пастырей. Пастырите. Пророк приехал один. Един пророк е дошел. Евангелисти. Евангелисти. И учители. И учители. Меня рукоположили на пастыра. Меня сами рукоположили като пастыр. В следващем году будет уже 30 лет как я являюсь пастыром. Следваща година ще бъде 30 годишнина от както съм пастыр. В 2008 году. През 2008 година. Нас с Наталия рукоположили как мисионеров. Ние с Наталия ни рукоположиха като мисионери. Като мисионери, да. И отправили в Българию. И ни спратиха за България. И вот я сегодня вот говорю сегодня такое короткое свидетельство. Что это за скиния такая? Как вы думаете? Как мыслите? В какой скиния мы сегодня служим? Можем ли мы сегодня прийти в какое-то место и сказать, вот здесь ковчег Господень? Можем ли да утилим во вняк какого място и докажем, это только Божий от ковчег? Мы можем его пощупать. Не можем, да гупипнем. Давайте мы откроем вместе первое послание Каримфином. Да отворим заедно 1 Коринфянин 12 глава С 27 стиха Я прочту вам про скиния Нова Завета. Аз ще ви прочита за скинията на Ново Завет. Да. Первое послание Каримфином 12 глава с 27 стиха. 1 Коринфянин 12 глава от 27 стих. И написано так. И пишет такая. Когда мы сегодня начинали служение, я прочитал из послания к евреям 9 глава. И там в 14 стихе вы можете прочитать. Для чего Иисус Христос осветил нас своей святой кровью? Ни кровью агнцев, ни кровью козлов. Но с драгоценной кровью первородного сына. Искуплены мы для служения Богу живому и истинному. Мы искуплены для служения. Вы знаете, сегодня я слышу очень много таких модерных речей. О том, что Христос нас любит. Такие, какие мы есть. Мы можем делать чушь. Все то, что мы хотим. Мы пили. Пихме или? Алкоголь. Алкохол. И мы будем пить. И ще пием. Мы принимали наркотики и мы будем продолжать принимать. Приемали сме наркотики и ще продължаваме. Мы члены ЛГБТ и мы... Бог нас любит такими, какими есть. Ни сме членове на ЛГБТ и тогава ще ни приемат такива, каквито сме. Но вы знаете, не для этого Иисус Христос умер вообще. Но не за това е умрял Иисус Христос. Не за това е дошел. Не для этого Он сегодня служит в Своей скиния. Не за това Той служит днес в Своей скиния. Он пришел не для того, чтобы мы остались прежними. Той е дошел не за да сме прежни. Он пришел, чтобы сделать нас подобными себе. Той е дошел, че да ни направи подобни на себе си. Да ни преобрази. Если у Ной раньше был свой ковчег. Ако Ной имал свой ковчег, который он сколотил по плану Божиему, който е направил по Божия план, то сегодня кто наш ковчег? То кой днес е наш ковчег? Мой ковчег Иисус Христос. Апостол Павел говорит, уже не я живу. Апостол Павел казва, не аз живея вече. Но что живет во мне, то живет Иисус Христос. То живее Иисус Христос. А что ныне жива в плоти, то живу верой. не живее по плыд и не живее по вярата. Моя скиня сегодня. Мое свидетельство сегодня. С 95-го года я пастор. Жалея ли я о том, что когда-то меня рукоположили? Вот сила Божия меня перенесла через Иордан. Я вошел в обетовану землю. И уже более 30 лет, да, я верующий. И служу в скиня нерукотворно. Где сегодня моя мечта? Вот знаете, когда мы делаем служение Богу. Бог исполняет наше желание. Бог исполнява наше желание. Желание нашего сердца. Совершенно так получилось. Така се и получило. Что Бог, Он начал реализовать мои мечты. Че Бог започне да реализира моите мечти. Я закончил медин институт. Завърших медицински университет. Потом закончил еще один институт. После завърших още един университет. Потом закончил институт в Китай. После завърших университет в Китай. Потом закончил семинарио в Казахстане. После завърших семинарио в Казахстан. Сегодня я преподаю в академия. Днес аз преподавам в академия. Сегодня я професор. в психоневрологичной сфере. Бог ничего не перепутал. Он знает мое сердце. И знаете, я очень рад сегодня, что я служу сегодня в скинье Нового Завета. Невероятно удовлетворение от того, что ты выполняешь волю Божию. Знаете, вот написано, Судьба человека от Господа. Пиши, Съдбата на човека от Господа. Знаете, это не всегда так происходит. Това не винаги така се случва. Только тогда, когда человек знает волю Господа. Само тогда, когда человек знает воля на Господа. А какая воля Господа нас? А каква е воля на Господа за нас? Какую волю Он для нас предлагает? Каква воля за нас предлага? Какую? Каква? Вы можете прочитать величайшее послание Иисус Христа в 28 главе. Вы можете прочитать най-великое послание на Иисус Христос в 28 главе на Евангелие от Матфея. Идите до конца земли. Утедите до края на земята. Проповедуйте миру. Проповедуйте на света. Крестя всех. Покращавайки всеки во имя Господа Иисус Христа в името на Господа Иисус Христос. Научая их научавайки ги тому на това чему я научил вас. На което аз съм ви научил. Это воля Господа о нас. Това е волята на Господа за нас. Никакая другая воля она не принесет тебе удовлетворения. Няма да ти донесе удовлетворения. Вот поверьте мне. Повярвайте ми. Я сравнил. Повярвайте ми. Аз съм сравнявал. Мне уже 58 лет. Вече съм на 58 години. Я пытался и направо, и налево. Опитвал съм се и надясно, и наляво. Но нету ничего. Без Бога мы не можем делать ничего. Но няма нищо. Без Бога не можем да правим нищо. Без Бога что-либо делать нет никакого смысла. Да правиш нещо без Бог няма никакъв смисъл. Это что-то пустое. Това е нещо празно. И в то же время прекрасно. Но в същия момент е прекрасно. Когато идеш кудата по воля Божия. Когато вървиш на някъде по Божията воля. Испълняваш Божията воля. И Бог сопровождает тебя. Твое шествие. И Бог те води твоето шествие. С всякими знамениями и чудесами. Със всякакви знамения и чудеса. И самое главное победа во Христе Иисусе. И най-важното победа в Иисус Христос. Знаете ли, Давид что-то сделал хорошее. Знаете ли, Давид нещо добро е направил. Давайте мы откроем еще одно место. Дотворим още одно место. Это написано во Второй книге царств. И тоже шестая глава. С первого стиха. Что Давид сделал с ковчегом? Я прочитаю. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля. Тридцать тысяч. И встал, и пошел Давид. И весь народ, бывший с ним, и звал Иудина. Что перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Савофа. Сидящего на Херувимах. И поставил ковчег Божий на новую колесницу. И вывели его из дома Аменадава. Которого Бог очень сильно благословил. Что на холме. Сыновья же Аменадава, Оза и Ахио вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аменадава. Что на холме. Ахио шел перед ковчегом Господним. А Давид и все сыны Израиля выиграли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева. И на цитрах, и на салтырях, и на тимпанах, и на ситрах, и на кимвалах. И когда дошли до Гумна-Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию, чтобы придержать его. И взялся за него. Ибо валы наклонили его. Но Господь прогнился на Озу. И поразил его Бог там за дерзновение. И умер он там у ковчега Божия. И обечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место синий до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал. Как войти ко мне к ковчегу Господню? И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе в город Давидов. А обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина три месяца. И? И что? И благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда нанесли царю Давиду Господь, благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид с торжеством, перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, Он приносил жертву Тельца и Овна. Давид скакал за все силы пред Господом. Один же был Давид в льняной и фот. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господний с восклицаниями и трубными звуками. Аминь. Слава Богу. Вы знаете, для чего нужен вообще ковчег был по Ветхому Завету? Знаете ли, за какой был нужен ковчег по Старий Завет? Для очищения народа. За причисление народа. На то время это было практически единственное место, кога один раз в год по онова време е било единственное место, в което веднъж на година кой? Първо священик. Не без крови Тельцов и Козлов. Не без кръвта на Тели и Козли. Получив определенное такое окрапление, очистившись. Получейки определено, като укрепяване, причиствайки се. Еще раз повторю, раз в год мог войти за народ в Освятая святых. Е можел да влезе в место народа, в пресвятото място. Если Бог находил в этом первосвященнике хотя бы один грех. Ако Бог е намирал в този първо священник поне един грех. Этот первосвященник больше не мог выйти оттуда с живым. Този първо священник вече не е можел да излезе жив оттам. И го отягвали за веревку мертв. Те са го влачили с въжето мертв. Представяте си, каква е святост. Представите ли си, каква е святост. От една страна святост, от друга доста строгост. Една мисъл. Един грех си допуснал. И уже мертвъв выносит из святая святых. И вече те влачат мертв от пресвятото място. И кака е большая разница? И колко е голяма разликата? Когато ме читаем про Ковчег на Новия Завет. Когато ние читаем за Ковчег на Новия Завет. Про скиния неръкотворно. За скиния не са ръка направена. В 9 главе вы можете прочитать. Иисус Христос. Первосвящення к будущих благ Он очистил нас. Ему нет нужды каждый год делать одно и то же. Потому что Он очистил нас навсегда. И не направил совершения со своей дорогоценной крови. Ну, вы знаете, что от нас сегодня ожидается? Бог усмотрел для нас свою волю. Вот в моем представлении, ну, я думаю, что я читаю Священное Писание. И мнение апостола Павла. И вы смотрите, что апостол Павел пишет. Я последнее место открою. И поглядите, как вы апостол Павел пише. Первое послание Коринфянам, 9 глава. Первое Коринфянам, 9 глава. 16 стиха. От 16 стиха. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Смотрите, что апостол Павел пишет. Поглядите, как вы апостол Павел пише. Когда я благовествую, это всего лишь моя необходимость. Необходимая обязанность. И горе мне, если я не благовествую. То есть апостол Павел очень четко пишет. То есть апостол Павел пише достаточно точно. Если сегодня я перестаю благовествовать. Ако днес спра да благовествам. В моя жизнь приходит горе. В моё живот идва. Я как бы выхожу из-под защиты. А си слизам от защитата. Я выхожу из киния. А си слизам от кинията. Знаете ли, что в ковчеге Нойя что происходило? Знаете ли какво се случило в ковчеге на Нойя? Во време потопа. Во времето на потоп. Спастись можно было только в ковчеге. Правильно? Биха си могли да се спасят само в ковчега. Нали? Последнее время. През последнее время. Как вы думаете, где можешь сегодня спасись? Как мислите, къде можешь да се спасиш? Везде безумие. Навсякъде и лудост. И это все будет усугубляться. И това ще става още по-зле. Одни ереси, лоши обман. Одни ереси, лъжи. Убийство и злоба. Убийство, непрощаване, злоба. Къде я днес намирам спасение? И къде ты днес сможешь да намериш спасение? У меня сегодня есть радостная весть. Что спасение сегодня можно найти. Че спасението днес можешь да намериш. И найти его можно только во Христе Исусе. Може да го намериш само в Исус Христос. В реальном Исусе. В реален Исус. Который сегодня жив. Который е е грешен. Который живой и грядет. И довольно скоро Он придет. Понякога си причудовал так, като погледнешь света. Как будто бы Бог про нас забыл. Но я хочу сказать, знаете, такое хорошее утешение. Бог делает последние, Иисус Христос делает последние какие-то подготовки золотого Иерусалима. Бог прави последните приготвения, Иисус прави последните приготвения на златния Иерусалим. И все внимание направлено туда. И цялото му внимание е насочено на там. Прочитайте 22-21 главу книги Откровения. Прочитайте 21-22 глава на книгу Откровения. Город, убране как невеста. Приготовлен для нас. Откуда сегодня свои усилия устремляет Иисус Христос. Своите усилия насочва Иисус Христос. Для него совершенно понятно, что на земле ничего хорошего уже не будет. За него е пределно ясно, че на земята няма да има нищо добро. Последствия неверия. Последствия на неверието. Тотального неверия. Тотално неверие. Но когда мы входим во Христа Иисуса. Но когда мы несем Его служение. Когато носим Неговото служение. Все меняется. Всичко се променя. Наши души автоматично уже устремляет. Наши души автоматично се насочват. Туда, куда Иисус устремляет нас. Там, където Иисус Христос ни направлява. Скажи слава Иисусу. Кажи слава на Иисус. Сегодня моя тема. Днес моята тема. Скиния нерукотворная. Скиния нерукотворная. Для меня важно было донести, кто е скиния нерукотворная. За меня беше важно да ви донеса тази мисъл. Каква е тази скиния, днес рака направена. Иисус Христос, Он сегодня нерукотворный. Иисус Христос днес е днес рака направен. И Слово Божие говорит, всякий призвавший имя Господне спасется. И Божието Слово казва, че всеки, който призове имято на Иисус Христос, ще се спаси. В каждый момент ты просто можешь призвать. Ви ти във всеки момент можешь сам просто да призовеш. И сказать Ему Иисус. И да кажеш Иисус. Приди. Спаси мою душу. Спаси мое сердце. Я нуждаюсь тебе. Омой меня от всякого греха. От власти этого мира. И сделай меня своим ребенком. Сделай меня частью своего тела. Дай мне тот или другой дар. Дай мне този или другий дар. Знаете, я вот нашел свое место. Знаете ли, аз намерих свое место. В теле Господне. В теле Господне. Я сегодня пастор. Днес съм пастор. У меня пасторское служение. Имам пасторское служение. У меня евангелистское служение. Имам евангелистское служение. У меня миссионерское служение. Имам миссионерское служение. Если ты хочешь найти спасение в Скинии. Ако искаш да намериш спасението в Скинии. Найди свое место в теле Господне. Намери свое место в теле Господне. Не обязательно написано. Не все из вас апостолы. Пиши, не всички от вас с апостоли. Не все из вас пастыри. Не обязательно становиться пастыром. Можно войти в служение пастыра. Можно молитвенно поддерживать пастырские руки. Можно быть евангелистом. И это не обязательно выйти на улицу и проповедовать. Знаете ли как ми харесва един израз на Криштиан Роналди? Когда ему сказали, я правильно называю Роналди? Роналдо, да, я в футболе не очень силен. Ему сказали, ты человек номер один. Ты лучший футболист в мире. Най-добрият футболист в света си. Знаете ли, какво е казал той? Он сказал, не называйте меня человеком номер один. Моля ви се, не ме наричайте человек номер один. Защото человек номер один в този свят был и всегда будет им. Е бил и винаги ще бъде. Только Исус Христос. Само Исус Христос. Кто от Криштиан Роналдо? Кой е Криштиан Роналдо? Он евангелист. Той евангелист. И он доказал, это лучшая игра на футболе. И той го е доказал, като е играл най-добре футбола. Стал лучшим футболистом. Е станал най-добрия футболист. И просто засвидетелствовал. Исус Христос первый. И просто така засвидетелствовал, че Исус Христос е първи. Это одно из лучших евангелий, которые я слышал когда-либо. Това е одно от най-добрите евангелия, когато съм чувал някога. Не обязательно быть евангелистом, который проповедует. Не е задължително да бъдеш евангелист, който проповедва. Можешь да станеш евангелист. Или лучшим учителем года. И потом вышел и сказал. На вопрос, а как это у вас так получилось? И ты говоришь только несколько слов. Говоришь, это все благодаря моему Господу Иисусу. И ты казаешь, само няколко думи. Това всичко е благодарение на моё Господь Иисус Христос. Кто ты в этот момент? Кой си в този момент? Ты евангелист. Ти си евангелист. И Бог тебе за это очень сильно благословит. И Бог много силно ще те благослови за това. Ти можешь да будешь и в пророческом служении. Можешь да будешь и в служението на миссионерите. Или быть миссионером. Или поддерживать миссионерское служение. Или да подкрепишь миссионерское служение. Бог миссионерство и евангелизация благословляют всегда очень обильно. Я благодарен за то, что я служу живому Богу. Который ищущим Его воздаёт. На тези, които го търсят, им дава. Я вижу просто со всех сторон благословение в моей жизни. Виждам от всички страни благословение в моё живот. Слава нашему Господу Богу. Слава на нашия Господ Бог. Давайте мы слоним наши сердца. Да склоним наши сердца. Для одной короткой молитвы. С една кратка молитва. Вы хотите быть в служении нерукотворной. В скинии сегодня. Да будете в служении на скинии несркан направлено. Хотите ли вы найти место в теле Иисуса Христа? Искате ли да намерите место в теле Иисуса Христа? Потому что мало просто верить в Иисуса. Защото и малко просто да вярваш в Иисус Христос. Очень важно пропустить Его в свою жизнь. Много е важно да Го пуснеш в своя живот. Пригласить Его. Да Го поканиш. И позволить Ему делать то, что Он всегда делал. И да Му позволиш да направи това, което винаги е правил. Он приходит для того, чтобы отпустить измученых на свободу. Той дошел да освободи измучените. И исцелит сокрушенных сердцем. Да исцелит тези, на които сърцата им с сокрушений. Дорогой Господь. Драги Господи. Дай не найти себя. Дай ми да намеря себе си. В Твоем прекрасном теле. В Твоето прекрасно тяло. Которое сегодня служит для человечества. Което днес служит за человечеството. Для того, чтобы спасти всякого человека. За да спасим всеки человек. Который призовет Твое святое имя. Амой его прямо сейчас. Причисти го точно в този момент. Твоей драгоценной крови. Сделай частью своей. Направи го от Твоята част. Мой кост от Твоей кости. Не смей кост от Твоята кост. И мы плоти Твоей плоти. Не смей плот от Твоята плот. Не престанно мы маем с Твоей драгоценной крови. Не спереки сею умю вместо стази кров. Дай мне стать частью. Моля Ти дай мне достану часть. Или пасторского служения. Или на пасторского служения. Или апостольского служения. Или на апостольского служения. Или пророческого служения. Или на пророческого служения. Или учительского помазания. Или учительского помазания. Сделай меня частью себя. Направи мне часть от Себеси. Дай мне стать частью скини нерукотворной. Спасибо Тебе, дорогой Господь, я Тебя очень сильно благодарю за то, что Ты принял меня когда-то и сделал меня своей частью, и мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа, и Церковь Божия скажет, аминь. Будьте благословены, давайте прославим нашего Господа. Аллилуйя. Очисти меня, Господь, чтобы не...